приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами поговорим о таком слове спасибо многие его произносят даже не знают о том какую энергетику и что это слово несет в себе давайте вместе с вами друзья будем разбираться поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца прямо сейчас ставьте лайк этому видео а также обязательно подписывайтесь наш канал если вы еще не подписаны с много интересной информации тоже всех хотим поблагодарить за донат друзья которые вы нам отправляете благодарим и так мы начинаем каждый из нас постоянно на протяжении дня употребляет какие-то слова они бывают как с положительным значением так и с отрицательным но когда мы их произносим мы не задумываемся о последствиях от того что последует следом чем мы допускаем достаточно большую ошибку очень важно следить за тем что мы произносим так как с помощью слов мы можем разбогатеть стать любимыми людьми желанными счастливыми успешными а можем и потерять все то что уже имеем жизни лишить себя возможности получить что-то новое интересное перекрыв энергетические каналы или же дав понять вселенной что мы к этому не готовы что сомневаемся в себе в своих силах а порой даже и не знаем нужно нам это или нет важно это для нас или нет не только каждое слово создает свою вибрацию на и каждая буква помните что похожих между собой вибрации нет вы удивитесь но то что мы притягиваем с помощью слов зависит и от тембра нашего голоса ведь он помогает нам концентрировать различные энергии в нужном направлении благодаря им мы отправляем нужный посыл который притягивает к нам то о чем мы просим желаем и мечтаем поэтому важно научиться концентрироваться на слова которые произносятся говорить их отчетливо с правильной интонацией не менять смысл и не употреблять частичку не если вы проанализируете то вы увидите что успешные люди всегда говорят четко они уверены в своих силах чем подпитывают произносимые слова во время того как они разговаривают они притягивают свою жизнь еще больше положительных энергий приумножает все то что уже есть в их жизни успех достаток благополучия вот человек который употребляет негативные слова разрушительные слова матерные слова как бы он не пытался он не может стать успешным мало того обычно у таких людей постоянные денежные проблемы а порой и безденежье наполняет их жизнь слова влияет полноценно на жизнедеятельность людей на физическое состояние на душевный покой и эмоциональное состояние слова которые произносит человек влияет и на жизни окружающих людей на семью и на коллег у каждой из вас было такое что возле одно одного человека вам уютно комфортно находиться с ним общение ладится с первой же фразы а после другого человека вы находитесь вам просто навсего некомфортно хочется быстрее от такого человека отойти и как бы ни человек не старался не получается установить контакт общение не ладится если задуматься то это легко объяснить все это зависит от энергии который человек во время разговора своей речью излучает соответственно и притягивает такие же энергии к себе и окружает ними все вокруг себя опасными являются слова которые вы используете когда вы даете клятвенное обещание в когда вы сплетничаете обманываете пустословите или же кого-то обсуждаете опасными с разрушительной энергетикой являются и слова которые произносятся когда человек злой то проклятие даже если вы о них потом пожалеете подумав и произнеся их слух вы уже ничего изменить не сможете негативные слова матерные который человек произносит приносят вред не только ему но и тем кто возле него находится большой энергетической опасности находятся дети чьи родители себя так ведут детское биополе она очень слабо и она будет подбирать и притягивать этот негатив что разрушительно влияет на их уже и энергетическое поле дети начинают плохо учиться становятся ленивыми могут начать обманывать будут ощущать недомогание и постоянную сонливость поэтому старайтесь следить за своими словами которые вы произносите чтобы вам потом не пришлось сожалеть о том что ваша жизнь или жизнь кого-то из близких людей начала идти каким-то не таким путем что в ней появилось то чего вы бы не хотели в ней ожидать и видеть первые наши слова закладываются в детстве и мы учимся вежливости отвечать на вопросы давая положительные и отрицательные ответы благодарим за помощь за какие-то действия за подарки за приятное общение что продолжаем делать и по жизни уже не задумываясь о том что многое многое из этих слов вносят коррективы о которых мы не подозреваем так например каждый из нас на протяжении жизни много раз слышит слово спасибо также и употребляет его но это слово которое казалось бы должно притягивать потоки положительных созидательных энергий притягивает человеку один негатив мы произнося это слово от души стараемся и желаем поблагодарить определенного человека оказав ему уважение показав то что мы очень благодарны данному человеку за то что он для нас сделал на самом деле слово спасибо это мощный энергетический посыл который способен уберечь от продолжения общения с каким-то определенным человеком и когда мы стараемся высказать слова благодарности мы тем самым ограждаемся от этого человека на энергетическом уровне и чем больше раз мы повторяем ему слово спасибо спасибо тем мы и дальше отдаляемся наши предки избегали произношения данного слова использовали его только при встрече с плохим злым завистливым человеком так как всячески старались сделать так чтобы он держался от них как можно подальше они старались сказать это слово всем тем кто на каком-то этапе их жизни сделал им плохо чем-то обидел так они на глубоком энергетическом уровне перестраховывались и на будущее уже защищали себя от действий данного человека потому что слово спасибо означает спаси меня от этого а мы часто употребляя это слово просим вселенную нас от чего-то спасти от человека которого на самом деле считаем близким и родным от событий которые принесли в нашу жизнь счастье от помощи которую нам кто-то оказал от души и сами того не подозреваем а затем переживаем о том что от нас отвернулись близкие люди что жизнь как-то перевернулась и неприятности начали ее наполнять если вы любите говорить слово спасибо не удивляйтесь потом что вы оградитесь от всего того что имеет для вас значение и результате вы останетесь абсолютно одни без счастья без любви без друзей и родных магазине при получении зарплаты когда вам дают деньги вы произносите также слово спасибо показывая на то что вам не нужна денежная энергия что вы не желаете принимать ее в свою жизнь что вы хотите всячески оградиться от нее а затем удивляетесь а почему деньги не задерживаются у вас и как только появляются они сразу просто навсего исчезают а ведь вы на самом деле это делаете сами своими руками своими словами что приводит вас опять же к денежным проблемам если вы хотите прекратить с каким-то человеком беседу так как вы чувствуете что он излучает один негатив а вот этого хотите защититься при этом в это прямо чувствуете на интуитивном уровне вам нужно проговорить такие слова спасибо но мне пора идти этим вы уже защищаетесь от его воздействия на вас вы оставляете ему все то плохое что он старался распространить принеся вред и в данном случае это слово очень уместно она сыграет для вас действительно защитную роль также если вы не желаете принимать от какого-то человека что-то подарок помощь потому что вы понимаете что он злой что нечистосердечный вам тогда нужно обязательно проговорить следующие слова спасибо мне не нужно у меня все есть так вы возвращаете ему весь негатив а возле себя оставляете потоки из светлых энергий которые вам таким действием удастся сохранить в целостности также если вы решили принять какую-то вещь от кого-то подарок но вы не уверены в чистосердечности данного человека скажите ему просто слово спасибо три раза так вы оградите себя от его негатива а подарок возьмете с чистой энергией если вы не желаете с кем-то продолжать общение вам нужно проговорить такие слова спасибо я позже позвоню это поможет вам расстаться с данным человеком притянуть в жизнь такие события которые вас отдалят и сделают так что вы перестанете соприкасаться в жизни помните когда вы покупаете алкоголь когда вы покупаете сигареты в магазине всегда говорите пожалуйста слово спасибо почему для того чтобы оградить себя от вредных привычек которые они могут и притянуть вашу жизнь если у вас произошла какая-то беда на протяжении всего дня произносите слово спасибо повернувшись обязательно к левому плечу это поможет вам дальнейшем оградиться от повтора таких событий в вашей жизни не говорите слово спасибо в местах которые связаны с очищением тела например это касается бани сауны других каких-то водных процедур так как в этих местах энергетически очищают человека и а вы этому просто на все вмешаете перекрывая тем самым энергетические каналы не стоит говорить это слово и возле воды например на море возле речки на пикнике возле любого другого водоема или даже фонтана почему потому что вы тем самым отправляете негативный посыл а вода его увеличивает с помощью своей энергетической силы взамен негатив который вернется не придется долго ждать а последствия к сожалению будут очень неприятными не стоит говорить слово спасибо и местах лишения свободы так как употребляя это слово вы не только можете быть не поняты окружающими людьми но и станете изгоями изгоем между ними что негативно опять же скажется на вашей жизни и предоставит вам определенные трудности которые сделают вашу жизнь более трудной очень опасно говорить это слово когда вы стоите на улице или возле окна так как вы будете ограждать себя от свободы отправляя посыл что вам и здесь хорошо что свобода и воля вам просто навсего не нужны нельзя говорить слово спасибо родным людям второй половинки так как это может принести к сильным размолвкам ссорам непонимания а как следствие и к разводу слово спасибо вы должны понимать это способна отдалять даже самых родных и близких людей устанавливая между ними огромную пропасть поэтому с ними нужно быть очень осторожными и употреблять только в помощь себе обязательно в правильном контексте а для этого обязательно предварительно перед тем как проговорить вслух нужно обязательно все хорошенько обдумать не говорите слово спасибо когда обращаетесь за энергетической помощью какому-то человеку например светлому могу так как вы вместо того чтобы принять его помощь вы ограждаетесь от него и все светлые энергии которые он будет стараться к вам притянуть они просто навсего а пойдут стороной также если ваша биополя была разрушена вам старались это исправить произнося это слово вы не только вернете его в первоначальный вид но и притянете потоки негативных энергий показав им что не нуждаетесь в них и тем самым собственными опять же руками разрушить и свою жизнь поэтому девочки и мальчики будьте очень внимательны когда вы употребляете слово спасибо если вы ранее говорили его без разбору измените пожалуйста эту привычку чтобы потом вам не пришлось жалеть что жизнь не такая которую вы мечтали и чтобы вы не делали сделать ее благополучно и счастливой у вас не получится запомните пожалуйста одно простое правило и придерживайтесь его если желаете оставить что-то плохое позади не притягивать негатив от какого-либо человека оградиться от зла говорите всегда в такой ситуации слово спасибо если вы же любите вы уважаете человека благодарны за то что он для вас что-то сделал это благодарность идет от души вы желаете данному человеку только добра вам нужно говорить слово благодарю что в переводе означает благо тебе дарю будьте внимательны пожалуйста со словами и тогда нужной энергии всегда будут при вас а плохие энергии ситуации обойдут вас стороной также когда вы обращаетесь к высшим силам к своему ангелу-хранителю не забывайте его благодарить но опять же мы не говорим слово спасибо мы говорим слово благодарю недаром если вы обращали внимание есть такое такое выражение как отправить благодарность да я хочу отблагодарить человека вы никогда не скажете я хочу его ему сказать спасибо да мы хотим говорить отблагодарить здесь это имеет очень энергетически очень сильно имеет и важное значение поэтому девочки и мальчики обращайте внимание на то что вы говорите и как вы говорите если вы чувствуете на интуитивном уровне что в данный момент данную секунду вам нужно сказать слово спасибо потому что вас события нити люди рядом нити и вы не хотите отдавать свои кому-либо энергии да пожалуйста скажите слово спасибо во всех остальных случаях всегда говорите благодарю также обращаем ваше внимание что это слово нужно проработать потому что когда вы будете находиться в каких-то ситуациях даже если вы будете записывать 100000 раз или проговаривать но стрессовых ситуациях вы знаете о том что человек все-таки пока не проработает он не попрактикует он не может это прописать именно в свою мозгу поэтому прямо сейчас друзья в комментариях к этому видео напишите слово благодарю напишите благодарю и напишите кого вы благодарите это могут быть ваши родные и близкие люди это может быть высшие силы то может быть ангел-хранитель и так далее и так далее не бойтесь благодарить а мы вас благодарим за то что вы нас смотрите и учитесь а значит наш мир на чуточку стал лучше светлее и интереснее и радостнее девочки и мальчики мы всем желаем здоровья мира любви гармонии но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна друзья это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально следующем видео